МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прошлая неделя была так богата сюжетами, что об одном из них мы не успели рассказать, и сейчас наверстаем упущенное. В минувшие выходные вести недели с Дмитрием Киселевым показали репортаж об апартаментах, в которых жил в Германии Навальный, когда проходил реабилитацию после отравления. Этот репортаж можно найти в Ютубе под заголовком «Немецкая жизнь Навального. Вилла в престижнейшем районе Фрайбурга». Цель – показать, что Навальный критикует Путина за богатство, но и сам не гнушается роскошной жизни. Репортаж Анастасии Поповой из Германии, где все и сварганили, дворец Путина нарисовали, а самого Навального поселили в столь презираемую им роскошь. Автор репортажа Анастасия Попова обошла все комнаты апартаментов и заглянула даже в туалет, где показала зрителям туалетный ёршик. Просторная гостиная, два дивана, телевизор, на столе свежие фрукты. Есть своя кухня с кофемашиной, набором голландского чая и подарочной бутылкой местного вина. Раз уж во всех сказках про злых султанов всегда смотрят на то, какой у правителя туалет, могу вам сказать, здесь он не золотой. Похож, честно говоря, больше на унитаз из вагона поезда. Ёршик на месте, блестит, но не так. Пользователи сети повеселило то, что обычные удобства в программе Киселева преподносятся как признаки роскошной жизни. Твиттер Н. Они реально делают акцент на таких вещах. Два дивана, телевизор, на столе ваза с фруктами, кухня с кофемашиной. Ну да, видимо, россияне должны охренеть при виде такого достатка. В Твиттере даже начался флешмоб. Пользовательница мисс Амьюш предложила описать свою квартиру так, чтобы вести недели обзавидовались. И подала пример. Другие с удовольствием откликнулись. Андрей Федоров. Просторная однокомнатная квартира с видом на кладбище. До метро всего полчаса пешком через лес. Расположена практически в центре столицы. Два часа езды до чистых прудов. Белая мебель, клетка для декоративных животных, крыс. В холодильнике иногда есть колбаса. Но доля правды в репортаже есть. Даже такие обычные удобства, как туалет в доме, для многих россиян до сих пор недостижимая мечта. Твиттер Алан. Для 90% россиян такое жилье, в котором жил Навальный, на самом деле является роскошью. А дворец Путина в их головах просто не укладывается. Так же, как яхты и бизнес-джеты. Это для них что-то из потустороннего мира. Нереального, божественного. Владимир Милов. Конечно, жилье Навального в Германии покажется дворцом. 28% жилого фонда России не оборудовано ванной, душем и горячей водой. 21% не оборудован канализацией. Илья Варламов на своем ютуб-канале рекомендует пропагандиста в следующий раз пройтись по квартирам обычных немецких пенсионеров. Конечно, сразу возникает вопрос. Почему большинство жителей России не могут себе такого позволить? И почему вообще этот сюжет показывают с посылом, мол, посмотрите, в какой роскоши живет Навальный? Ведь жилье совершенно обычное среднестатистическое европейское жилье. Но раз пошла, друзья, такая пьянка. Очень хочется побольше сюжетов от телеканала «Россия», чтобы он показывал, как живут немцы спустя 75 лет после войны, и как живут русские. Очень были бы интересные сюжеты, да? Показали бы, как живут немецкие пенсионеры, что они едят, что у них в холодильнике, а потом показали бы какие-нибудь бараки где-нибудь в Архангельске или в Чите, чтобы показали, как наши русские пенсионеры живут, как не могут сходить в туалет, как у нас до сих пор дома с печным отоплением, без коммуникации, так как люди вынуждены ходить, выносить горшки каждое утро, как под окном у них вместо газончиков просто горы мусора, дикие собаки и так далее. Автора репортажа покритиковала в Телеграме и Ксения Собчак. Вот уж воистину сенсационные кадры «Россия-1». Корреспондент Анастасия Попова выяснила, где жил Навальный после выписки из клиники Шарите. А репортаж из туалета – это вообще отдельная журналистская удача. Анастасия Попова, между прочим, за серию репортажей из Сирии в 2012 году указом Путина награждена медалью «За отвагу». Порадовать героя России не иначе. Журналистка Анастасия Попова действительно получила медаль «За отвагу» за репортаж из Сирии. Эту награду врачил ей лично Путин в 2012 году. Только назвал она ее в этот момент по фамилии мужа – Боурт, потому что она замужем за гражданином Бельгии и возглавляет там Европейское бюро ВГТРК. Обычно этой наградой удостаиваются военнослужащие, те, кто отличился воинской доблестью, личным мужеством. На этот раз ее по праву заслужили люди абсолютно мирной профессии. Это Анастасия Боурт, Михаил Виткин и Евгений Лебедев. Благодаря их мужеству, честной, беспристрастной работе, миллионы людей по всему миру узнавали правду о событиях в горячих точках Ближнего Востока. А теперь миллионы людей узнали о туалетном ершике из апартаментов, где жил Навальный, иронизирует в сети. Блогер Александр Горбунов, он же Сталин ГУЛАГ, напоминает, что мы уже видели подобный репортаж из гостиницы в Томске, где останавливался Навальный. Туда ездил сам Дмитрий Киселев и вел репортаж из ванной в банном халате. Слава Богу, на этот раз мы не увидели Киселева в халате. Вместо него мы увидели Анастасию Попову в купальнике. В свое время Попову награждал президент за освещение событий в Сирии. Ну а сейчас наиболее горячей точкой, по всей видимости, является туалет в квартире, который снимал Навальный. Апартаменты, которые показала Россия-1, может снять через Букинг Ком любой желающий. И цену на них по немецким меркам нельзя назвать запредельной. Однако, по подсчетам вестей, вышло, что Навальный потратил на свое пребывание в Германии какие-то астрономические суммы. Сутки на этой вилле обходятся в 530 евро. Плюс залог. Владелец просит наличными. Навальный жил здесь почти два месяца, вплоть до самого отъезда. Значит, только на проживание во Фрайбурге он потратил больше 30 тысяч евро. К этому добавить съемки на киностудии в соседнем городке двухчасового фильма, напичканного компьютерной графикой, и ценник уже поднимается до миллиона евро. Проблема в том, на чьи деньги официально безработный блогер снял эти два этажа, и кто оплатил ему создание псевдодокументального фильма. Леонид Волков сообщил Дождю, что эти оценки сильно завышены. К тому же из-за длительного срока аренды хозяин апартаментов сделал Навальному скидку. Кроме того, когда журналисты Дождя связались с владельцем апартаментов, выяснилось, что корреспонденты ВГТРК выдали себя за обычных туристов и не предупредили хозяина о съемке, которая велась скрытой камерой, нарушив тем самым закон. Они очень сильно наврали по стоимости, раза в два. А кто это оплачивал, мы как раз таки говорили публично, это оплачивал Евгений Чичваркин, за что мы ему крайне признательны. Но, конечно, таких безумных денег, о которых говорит Киселев и его команда, и в помине не было. Все это стоило гораздо дешевле. Даже, наверное, раза в три они завысили, потому что семья Алексея там оставалась достаточно долгое время, и мы, естественно, выдорговали очень большую скидку. Бизнесмен Евгений Чичваркин уже уточнил, что апартаменты обошлись в 15,5 тысяч евро за шесть недель. Между тем российские чиновники снимают номера в отелях за намного большие суммы, отмечает Альфред Кох. Итак, ужасный Навальный потратил аж 15 580 евро за шесть недель 42 дня, проживая во Фрайбурге в съемном жилье. Значит, это обошлось Чичваркину в 370 евро в день. Черт с ним, с путинским дворцом. Но, например, тихий и скромный министр Монтуров в 2016 году потратил на свое проживание в Шанхае в президентских апартаментах отель Пенинсула 17 тысяч евро в день. В день. Не в неделю и не в месяц. В день. И ничего, вести один не поехали по его следам и не показывали, сколько сортиров и диванов в его номере площадью 400 квадратных метров. Причем Навальный тратил деньги Чичваркина, который платил их добровольно и осознанно. А Монтуров тратил деньги на логоплательщиков, никого не спросясь и без всяких на то оснований. При этом Навальный сидит в тюрьме, а официальный миллиардер Монтуров, который мог бы и сам заплатить за гостиницу, а не отнимать деньги у пенсионеров и учителей с врачами, продолжает оставаться министром. Даже в самой богатой стране мира, если бы общественность узнала, что за счет бюджета какой-то министр живет в номере стоимостью в 17 тысяч евро в сутки, то его бы не только в тот же день выперли с позором с его должности, но и посадили бы в тюрьму вместо Навального. Тем временем сложно не заметить, что пропагандистские телешоу, где раньше старались лишний раз о Навальном не упоминать, в последние дни говорят только о нем, его семье, его сподвижниках и акции протеста ФБК. Антон Олег. Навальный до такой степени мелкая личность и до такой степени совершенно никому не нужен, что пропагандисты говорят про него больше, чем про Путина. Киселев вообще движется по следам Навального везде, где бы он ни был, хоть в Томске, хоть в Германии. Александр Невзоров. Кремль продолжает каждый день, каждый час мастерить из Навального всемирный бренд. Каждый день Кремль возвеличивает эту фигуру. В ролике на канале Навального Мария Певчих высказывает предположение, что фильм о дворце в России посмотрели слишком многие. И теперь пропаганде нужно постараться, чтобы отменить его эффект. 110 миллионов просмотров расследования про дворец Путина. Каждый четвертый россиянин этот фильм смотрел. Почти 70 процентов либо видели сами, либо знают о нем. Это сумасшедшие цифры, сравнимые с самыми известными блокбастерами и в разы превышающие рейтинги передач федерального эфира. Десятилетиями выстраиваемые стены тишины и цензуры рухнули. Почти одномоментно. Мы с вами меньше, чем за месяц, общими усилиями оказались в совершенно другой реальности. Раньше Навальный и ФБК были людьми, существование которых игнорировалось, если не отрицалось. А теперь часы федерального эфира в прайм-тайм. Каждый день Навальный превратился из того, чье имя нельзя произносить, в главную тему для обсуждения. За ним буквально, как фанатки за рок-звездой, ездят в каждое место, где он останавливался. Трогают предметы, к которым он прикасался. Анализируют каждую фразу. О том, чем это чревато, рассуждает Дмитрий Колизев. Интересно, как такое внимание федеральных каналов скажется на рейтингах Навального и его одобрении. Согласно последнему опросу Левада-центра, доверие Навальному несколько выросло и теперь составляет около 5%. Шумиха вокруг Навального пробудила к нему интерес. Однако большая часть, 56%, по-прежнему не одобряет деятельность Навального. 19% одобряет. У 19% отношение к Навальному в последнее время ухудшилось, у 9% улучшилось. Судя по этим цифрам, до последнего времени пропаганда в целом эффективно справлялась с задачей дискредитации Навального. Да, пропаганда может казаться нам глупой, слишком топорной, назойливой, но цифры показывают, что пока это работает. Посмотрим, как будет дальше. Тут можно переборщить и вызвать симпатии к объекту шельмования. На самом деле Навальному осталось прибавить всего пару процентных пунктов в рейтинге одобрения граждан, чтобы формально войти в топ-5 самых популярных политиков страны, согласно соцопросам. Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы» с Алией Пономаревой. Тема этого выпуска – роскошная жизнь Навального глазами пропаганды, акция протеста с фонариками во дворах и манифест Константина Богомолова. Продолжим через полминуты. Оставайтесь с нами. Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность, где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу. Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова. И Наталья Джампаладова. Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18.05, а на средних волнах – в 21.05. В воскресенье прошел протестный флешмоб «Любовь сильнее страха», который анонсировал 10 дней назад соратник Навального Леонид Волков. Волков призвал сторонников Навального выходить вечером во дворы своих домов и включать фонарики мобильных телефонов, чтобы те, кто живет с ними по соседству, убедились, что у них много единомышленников. Вы думали, может быть, что вы один во всем большом доме неравнодушны к тому, что происходит в стране? Так вы увидите, что это не так. Вы познакомитесь со своими соседями, которые близки вам по духу, и вам станет вместе цепление. В назначенное время в 8 вечера во многих дворах оппозиционно настроенные соседи действительно спустились вниз и познакомились друг с другом. В соцсетях можно увидеть множество фотографий довольных людей с фонариками в руках. Вот как рассказывает о своем опыте Данила Гулин из московского района Ясенева. Это все было как чудо. Из разных уголков стали появляться вереницы фонариков. Когда незнакомая девушка сквозь ветер стала читать стихи, потом другая подхватила уже следующие, и в финал про фонарь уже все подхватили. Это волшебство. Соседи, кто вышел, не знаю, как вас всех найти, но добавляйтесь в друзья. Вы прекрасны. Надо чаще встречаться. В тот же день прошла еще одна акция. В Москве и Петербурге активистки организовали цепи солидарности с политзаключенными. Несмотря на грозные предупреждения, власти никого не покарали, отмечает Борис Когорлицкий. Люди в тревоге и недоумении. Во время акции протеста 14 февраля полиция никого не избила и почти никого не задержала. Отыгрались, правда, на нескольких активистов Левого фронта, шедших домой в Казани с разрешенного властями митинга. Но это уже было что-то вроде утешительного приза для охранки. Происходящее особенно странно после того, как было совершенно официально объявлено, что включение фонарика в темноте является угрозой, устоем нашей державы и уголовно наказуемым актом, приравниваемым к измене Родине, о чем предупреждали не какие-то депутаты и публицисты-охранители, а органы прокуратуры. И вот девушки в цепи солидарности выстроились, люди по всей стране фонарики зажгли, и ничего. Если так пойдет, то народ совсем страх потеряет. Екатерина Шульман в комментарии телеканалу «Настоящее время» напоминает, что пропаганда приложила немало усилий к тому, чтобы об акции узнало как можно больше людей. Как всегда почти последнее время бывает с протестными акциями, когда о них объявляется, то ты думаешь, ну, как-то это странно, наверное, никто не придет, скорее всего, или там мало людей придет, а с чего вдруг, значит, какой такой у людей повод будет в этом активно участвовать. Потом за дело берется мощная государственная машина, она начинает рассказывать всем о том, что это происходит, она рассылает оповещения учителям и родителям, она рассылает оповещения работодателям, она выступает с трибуны Государственной Думы, она включает телевизионные каналы, и всем рассказывает, ни в коем случае не забудьте позабыть безумного гирострата, не забудьте не принять участие в акции 23 января 31 января 2 февраля, а теперь 14 февраля, пожалуйста, имейте в виду, что вы совершенно обязаны никогда не светить фонариком из своего телефона. И тут это все начинает приобретать какой-то такой объем и, скажем так, силу в движении, красивую силу в движении, как у Некрасова, которую ты первоначально при первом объявлении никак от него не ожидал. И теперь пропаганда прикладывает много усилий к тому, чтобы объявить акцию провальной. Дмитрий Колизев. Получилось чуть лучше, чем я себе представлял. Фотографий в соцсетях достаточно много, эмоции у людей позитивные. Для многих самое воодушевляющее чувство – открытие, что рядом есть и другие, несогласные. Этого, думаю, штаб Навального и добивался. Плюс поддержка мобилизации сторонников. На большие митинги сил и возможностей почти не осталось, но поддержать единство и активность людей митингом «Лайт» вполне можно. Это, конечно, не помешает пропагандистам говорить, что акция полностью провалилась и вышел пшик. Собственно, уже начали. На мой взгляд, это не так, хотя и супермассовым флешмоб не стал. И в то же время больше всех для рекламы «любви сильнее страха», как обычно, сделала сама власть. В то же время у акции с фонариками есть очевидное слабое место. Число ее участников действительно невозможно оценить. А у пропаганды есть очевидный способ выставить ее в жалком свете. Егор Просвирнин. Если бы я рулил путинской пропагандой, я бы после нынешней роскошной акции «Фонари Навального» сделал бы очень гадкую и очень убедительную вещь. Взял бы несколько фото с акции из разных городов-дворов. Привязал бы их к местности, ну просто чтобы понять, сколько всего домов и какого они размера во дворе, где протестуют фонариками. Подсчитал бы общее количество квартир жильцов во дворе и затем подсчитал бы, какой процент от жильцов двора составляют те 5-10 граждан с фонариками. И затем бы крутил это по всем телевизорам ближайший год громогласно хохоча. Вот ваши реальные 99% поддержки Навального. Вместо этого ФБК нужно было поднимать градус протеста, считает Эль Мюрид. Стресс-тест, проведенный 23 и 31 января, весьма убедительно показал, что режим уже не в состоянии обычным силовым образом противодействовать протестам. Он вынужден прибегать к экстраординарным мерам, увеличивать численность карателей и поднимать градус террора. Одно это говорит о действенности массового протеста, причем протеста, разнесенного по всей стране. В этих условиях структура Навального, раз она сама вызвалась, должна была повышать температуру, попутно проводя все новые и новые стресс-тесты для системы управления режимом. Но вместо этого последовало предложение помахать фонариками, что полностью обесценило все предыдущие мероприятия и обнулило текущую ситуацию. По Волкову в такой ситуации нужно не уголовное дело возбуждать, а награждать орденом за заслуги перед. Самое лучшее, что он мог сделать для режима, он уже сделал. Но есть и те, кому кажется, что акция была удачной. Например, Дмитрий Чернышев. Читаю разочарованные комментарии в сети. Акция с фонариками провалилась, народу было совсем мало, у нас во дворе никто не вышел, задумка была неудачной и прочее. Это не совсем так. Во-первых, фонарики высветили идиотизм власти еще до начала акции. Реакцию официальной пропаганды можно назвать одним словом – истерика. Страшилки про измену родине, вражеские бомбардировщики и аресты за фонарики показывают, как сильно власть боится организованного протеста. Во-вторых, из того, что одна акция не взлетела, не надо делать вывод, что следующая акция не нужна. Ситуация в стране никак не изменилась. Политзаключенные продолжают сидеть, война с Украиной продолжается, власть продолжает врать и воровать, институт убийц продолжает работать, народ продолжает нищать. Значит, следующая акция будет другой. Приведу пример из бизнеса. Некоторые люди считают, что хорошие бизнесмены редко ошибаются. Статистика же говорит обратное. Хорошие бизнесмены ошибаются чаще плохих. Просто они не боятся пробовать новые ходы и делают выводы из своих ошибок. Есть и другие способы вывести на улицы миллионы людей. И скоро вы о них узнаете. Вы слушаете цитаты свободы. С вами Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я пересказываю вам все самые интересные дискуссии из соцсетей. На очереди рассказ о манифесте, который заставил спорить весь Фейсбук. Театральный режиссер Константин Богомолов опубликовал в новой газете многословный манифест под названием «Похищение Европы 2.0». Чтобы оценить все мысли автора, вероятно, стоит прочитать его целиком. Но формат подкаста нам этого, к счастью, не позволяет. Так что ограничимся парой цитат. Современный западный мир оформляется в новоэтический рейх со своей идеологией, новой этикой. Национал-социализм в прошлом. Перед нами этический социализм, квир-социализм, Сименс, Босс и Фольксваген превратились в Гугл, Эппл и Фейсбук. А нацики сменились столь же агрессивным и также жаждущим тотального переформатирования мира миксом квир-активистов, фем-фанатиков и эко-психопатов. Благодаря стечению обстоятельств мы оказались в хвосте безумного поезда, несущегося в Босковский ад, где нас встретят мультикультурные гендерно-нейтральные черти. Надо просто отцепить этот вагон, перекреститься и начать строить свой мир. Заново строить нашу добрую старую Европу. Европу, о которой мы мечтали. Европу, которую они потеряли. Европу здорового человека. Многие комментаторы сразу поставили этот манифест в один ряд с выступлениями других известных людей, которые в последнее время сочли необходимым отмежеваться от несистемной оппозиции. Ирина Прохорова. Не успели мы обсудить откровения господина Явлинского, как для услады наших очей появилась статья Константина Богомолова в «Новой газете». Текст поражает свежей и оригинальной идеей о закате Европы и загнивающем Западе, который нам больше не указ. Почему-то мне вспомнился диалог из пьесы Оскара Уальда «Как важно быть серьезным». Никогда не броните высшее общество. Так делает тот, кто не может туда попасть. Игорь Яковенко. Послушайте, а что все так удивились, что Богомолов похитил Европу? Человек был доверенным лицом Собянина, всю дорогу поливал дерьмом протесты. И что? Кто-то от него ждал нормальности? Он в одном ряду с Шахназаровым, Кургинянам и прочими. Странно, если бы он что-то умное написал. Татьяна Фельгенгауэр на канале МБХ-Медиа отмечает, что настоящие репрессии за инакомысли мы сейчас наблюдаем не в Европе, а вовсе даже в России, причем прямо под боком у Богомолова. Константин Богомолов европейской цивилизации. Западу досталось за все, из-за толерантности, из-за Black Lives Matter, из-за Мету. Режиссер Богомолов ужасно возмущен тем, что на Западе могут закэнселить в соцсетях, если ты поддерживаешь хватание актрисы за разные места. Ужасно жаль, что Константин Богомолов не обратил свой талантливый взгляд на Россию, где, ну, актрису, например, снимают с роли только за то, что она поддержала протестующих, как было в случае с Юлией Аук. Не задевает мужа Ксении Собчак и то, что его коллегу буквально убирают с сайта театра, как в истории с Варварой Шмыковой. Нет, ну а что, вы видели, что там на Западе? Есть, конечно, и те, кому кажется, что Богомолов действительно обращает внимание на важную проблему. Павел Пряников. Страх понятен, и от критиков статьи Богомолова это ускользнуло. Любая европейская идеология в России меняется до неузнаваемости в худшую сторону. Например, в Западной Европе марксизм вылился в одно, а в России в его крестьянскую жестокую версию. Либерализм в Западном мире одно, а в России он превратился в либерализм бандитов и фарцовщиков. Примерно то же может стать и с новой этикой. Например, на Западе предполагаемый, никем не доказанный и без экспертизм харассмент 20-летней давности может разрушить карьеру человека, а в России может видоизмениться до разрушения жизни нарушителя физически. У нас, повторюсь, западные идеи часто принимают более разрушительные формы. Непонятно, что может быть сейчас в России разрушительнее, чем преследование со стороны властей, которые и уничтожают людей с оппозиционными взглядами, в том числе физические. Но Богомолов явно считает, что бояться надо не этого, а нелестных комментариев в соцсетях, если судить по его интервью Эхо Москвы. В этом новом этическом рейхе создается совершенно другой тип насилия и другой тип власти. Эта власть добивается того же, что полноценный тоталитаризм. Она ломает человека психически, и она исключает его из социальной, профессиональной и общественной жизни. Но прикрывается эта власть сообществом людей с прекрасными лицами, которые исповедуют прекрасные ценности, и ради этих своих прекрасных ценностей и их победы готовы не дубинками, но комментариями в сети и единым солидарным действием исключить человека из жизни, сломать его психологически. Вот это насилие опасно тем, что оно, знаете, как в сказках какого-нибудь Гарри Поттера, да, помните там Волан-де-Морт в разговоре с Гарри Поттером в какой-то момент он разговаривает, он принимает образ то ли там родителя, то ли доброго учителя. На самом деле это Волан-де-Морт. Вот эти люди с прекрасными лицами это на самом деле Волан-де-Морт, цель которых, мотив которых тот же, что у мюнхенского штурмовика. Насилие, просто желание насилия и все. Но очень удобно прикрываться словами о новой этике, о добре и т.д. и т.п. Оппозиционные комментаторы, в свою очередь, считают, что прикрывается красивыми словами здесь сам Богомолов, чья истинная цель показать, как он может быть полезен власти. Виктор Шандерович. Ну что ж, к 45 годам публичный человек приобретает вполне ясную репутацию. Есть она и у Константина Богомолова. И это не позволяет рассматривать написанное иначе, чем инициативу лагерного актива, попытку пригодиться гражданину-начальнику. Тонкий Богомолов как бы подсказывает дуболомом из Кремля правильное позиционирование в создавшейся пиковой ситуации. Не надо отводить глаза и прятаться под плинтус. Мы не упыри проворовавшиеся, заложники собственной полицейской власти. Мы спасители летящей под откос европейской цивилизации. Опаньки, вон и что оказывается. Ну с этим можно и к людям. При Суркове Павловском в Кремле, помнится, баловались суверенной демократией. Ильина цитировали, Столыпина подтаскивали на растопку нового самодержавия. Потом какое-то время снова тупо мочили. Потом предлагали народу с какого-то бодуна умирать под Москвой за право Путина идти на третий срок. Потом опять мочили. Теперь Богомолов придумал им новую цацку. Будем, стало быть, спасать европейские идеалы силами нашей Кущевки. Анна Наринская Позвольте, сказала Ахматова, это не только пошло, это еще и выгодно. Хотела, что длинное написать про манифест Константина Богомолова в новой, но решила ограничиться этой цитатой. Еще одна группа прогрессивно настроенных комментаторов ответила на текст Богомолова открытым письмом в новой газете. Оно состоит всего из двух слов. Окей, бумер. С вами были цитаты Свободы и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте наш подкаст и подписывайтесь на него в iTunes, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Мьюзик и на других популярных платформах. А если уже подписались, пишите комментарии, ставьте звездочки. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор 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 субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова